Севолод Гаршин 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 Но в силу этических принципов об этом, я считаю, ненужным говорить. Еще один знаменитый пациент дачи – Велимир Хлебников. На Собурке он проведет долгую зиму 19-го года. Здесь появится поэма «Царапина по небу». Хлебников – это очень интересный человек, хотя бы в том интересном, что он всю жизнь ходил в черной одежде. И походка была у него своеобразная. Он ходил, припрыгивая на одну ногу. Кстати, я точно не уверен, но вот там есть у нас 25-е отделение, когда театр Харьков сгорел, то на Соборовой даче временно размешался театр. И вот Велимир Хлебников собирал поэту, писателей. Сюда приезжал даже Маяковский. Его считали поэтом-футуристом, то есть поэтом-будущим. Почему? Он писал стихи, употребляя новые слова. А новые слова – это было что-то иное, как нарушение речи, которое называется в психиатрии неологизм. Он бедствовал и не имел постоянного пристанища. Блуждание явилось его профессией. Он жил, словно на станции, сойдя с поезда и ожидая другого. Ни причин, ни срок в его поездах нельзя было понять. Где сумасшедший дом? В стенах или за стенами? Писал Хлебников на Соборке. Украинский поэт Владимир Сосюра, 14-летний полководец и писатель Аркадий Гайдар, тоже знаменитый пациент Харьковской больницы. Как весело судьба играет, В сродстве с безумством гений пребывает, И тонкая стена их разделяет. Эти строчки биографы Льва Толстого нашли в его записках. Сложно сказать, кто их автор. Возможно, и сам Лев Николаевич.